Значит, такая ситуация. Значит, пришли, инициативная группа. Прежде всего, дождались от звонка, сразу позвонил губернатор. Губернатор сейчас находится в Киеве. Он сказал, именно этот вопрос является одним из его рабочей поездки. Он нам объяснил, что ему предоставили документы по поводу там обвинения Киселева. И он говорит, надо разбираться. Когда мы начали говорить о ситуации, мы начали говорить о такой ситуации. Но если человека закрыли за то, что используют запасы ООО, то значит, как тогда мы дальше будем работать? Ведь главный инженер не хочет сейчас опускать людей. Примерно в понедельник уже будет приказ о том, чтобы никого не опускать в шахту. Как надо поступить? Иначе следующий закроют главного инженера, потом еще и всех остальных. Несколько уже первый руководитель не хотят подписывать никакие бумаги. И вот по этому поводу обратились сразу в областную прокуратуру. Было написано звернание. Мы написали от трудового коллектива звернание и написали от администрации шахты. Сейчас это звернание уже передали в областную прокуратуру. Они позвонили и сказали, что сейчас будет ответ. По поводу, смотрите, мы написали, как мы можем работать на запасах ООО. Разрешают ли они нам работать на запасах ООО? Если они скажут, что они разрешают на запасах ООО, а за что тогда закрыли Кусилеву? И вот этот ответ обязательно буквально сегодня, завтра, в понедельник уже адвокаты привезут в суд и скажут, если вы закрываете человека за это, а, это как запасы, вышел в обвиняйте по этой же статье, по которой вы его хотите отпустить. Дело в том, что, смотрите, уже суд прошел. Для чего они торопились? Теперь ничего, никто не может просто силовым сказать отпустить его и все. Это должен сделать только суд. И вот это проходит сейчас документально. Сейчас одна бумага пришла, вторая. В понедельник уже адвокаты. Скорее всего, мы тоже приедем на заседание суда. Мы приедем на шахту, ребята, однозначно. Сейчас мы дожидаемся ответа. Они вот тут вот скинут на электронку. Садимся в автобус и едем. Основное дело, то, что нас поддерживает властная администрация, поверьте, мы сделали. Это хорошо, потому что и губернатор откликнулся, и замгубернатора сейчас четко и ясно сказал, как это дальше будет происходить. А директор знает, что мы здесь и поддерживаем? Директор знает. Директор знает еще вчера, знал о том, что мы приезжали, как мы в городе, как мы литинговали. Директор уже все ему сказали. И сейчас, я же вам сказал, и жена, и два адвоката уехали в Артемов для того, чтобы с ним встретиться, привезти продукты, теплые вещи. Послушайте еще раз. Сейчас будет ответ прокуратуры по поводу задержания его и по поводу того, можем ли работать, повторяю, на запасах. Если они скажут, что мы можем работать дальше, что шахту нельзя остановить, тогда за что ему арестовали? Вот вопрос. Мы ждем этот ответ или нет? Да, мы ждем этот ответ сейчас. Но они говорят, что не за нас, а я не верю. А если нельзя, я не верю? Да. Это, послушайте, ребята, еще раз. По поводу Уберманда, четко ясно, с Киева позвонил и сказал, все делаем для того, чтобы шахта работала стабильно, все сделаем для того, чтобы было честное, объективное решение по поводу нашего генерального директора. Вот. Поэтому сейчас дозадаемся этого ответа и едем домой. Продолжение следует...